Год назад российский музыкант Федор Чистяков, основатель некогда гремевшей 80-е годы панк группы 0, остался в Америке. Будучи свидетелем Иеговы, он опасался преследований в России после запрета этой организации. То есть его не преследовали, он всего лишь опасался и по этой причине уехал в США и попросил там убежище. За прошедший год Чистяков за один год выпустил в Соединенных Штатах два альбома «Нежелательная песня» и «Песня иммигранта». Во время прошедшего в июне этого года фестиваля «Джетлак» Федор Чистяков дал небольшое интервью голосу Америки, выборочно я его вам покажу. Федор Чистякова я достаточно хорошо помню. Это был такой не вполне себе вменяемый юноша, который ел грибы, употреблял наркотики, алкоголь и вот сейчас он якобы свидетель Иеговы. Может быть он и на самом деле свидетель Иеговы. Как долго он свидетель Иеговы, этого мы не знаем. Конечно, никто никогда не будет проверять Федора Чистякова, является ли он на самом деле свидетелем Иеговы. Обычно таким вещам верят. Чем опасен Федор Чистяков или другие свидетели Иеговы, понятно, лишь безумному российскому правительству. Конечно же, это абсолютно безобидные люди, которые хотят верить в своего бога, не приносящие никакие жертвы, как, например, мы читаем, какие-то шаманы в России, сожгли пять верблюдов во имя величия России. И ничего, знаете ли, скорее всего все так и обойдется. Великолепных животных взяли и сожгли, принесли в жертву во имя величия России. Уже сейчас российский комментатор по телевизору сказал, если выяснится, что это в религиозных целях, то скорее всего отделываются штрафом. Такие ужасы и отделываются штрафом. А свидетели Иеговы, которым никогда в жизни ничего подобного не придет, объявлены экстремистской организацией. Я только боюсь одного, что в один прекрасный момент кому-то из депутатов вдруг в голову придет отменить этот указ. И вот тогда уже этим мостиком воспользоваться будет нельзя. Итак, я не могу вас ни к чему призывать. Я всего лишь хочу, чтобы вы услышали то, что я пытаюсь вам сказать между строк. Как говорится, имеющие уши да услышат. Ну а сейчас мы послушаем Федора Чистякова, как ему живется теперь на новом месте. И что он думает о России теперь, находясь от нее на расстоянии. Америка это страна высокого уровня жизни. И высокого уровня жизни не только в плане материальных вещей, которые ты можешь иметь. Мне, собственно говоря, особенно ничего не надо. Так, уровень жизни он в том, что ты просто идешь по улице. Ну, по крайней мере, в Бруклин, в том районе, в котором я живу, я хожу, могу ходить ночью. И я не думаю, что у меня что-то вообще может просто, в принципе, что-то может произойти. У меня ничего не произойдет. Кругом nice people. Еще это тоже удивительно. Там после России, когда ты приезжаешь, это как провинциальные города. Да, в провинциальных городах люди одеваются очень серьезно, потому что они выходят на главные улицы, и они показывают соседям, что они знают, что такое стиль, они знают, что такое мода. А здесь тут живут китайцы, тут живут там, не знаю, там армяне, грузины ищут. И не знаю, кто там, евреи. Каждый ходит в своем стандарте, я не могу даже судить о их стандартах, они не могут судить о моем. Но человек может спокойно пойти в пижаме, в магазин. Мне это напоминает санаторий. У каждого есть свой ваучер какой-то персональный, и его не волнует, что там у других происходит. Он просто по своему ваучеру, я сходил на океан, я подышал воздухом, я пошел туда, у меня все cool, все. Вы не парите мне мозги, спасибо, я буду не делать это вам. Но большинство русских здесь живет Россией. И это немного... Я не согласен с тем, что Россию надо вычеркнуть из своего сердца и из своего ума. Я не согласен с этим абсолютно, но смотреть телевизор и быть, условно говоря, в Нью-Йорке какой-то периферией Российской Федерации, ну, это уж слишком. Я могу сказать, что проведя год здесь, я как бы смотрю на ситуацию в России извне. И я просто... Ну, мне только все, что мне хочется сказать, какой я был идиот, какой я был идиот, какой я был дурак. Я верил еще во что-то. Не во что там верить. Не во что вообще. Сейчас я понял, что я надеялся, что... Глупо надеялся. Самонадеянно надеялся. Наивно надеялся. Что какие-то перемены в России произойдут быстрее. Что какие-то, условно говоря, какие-то актуальные вещи, которые произойдут как некоторое следствие каких-то действий, что это возымеет более быстрый эффект. Я ошибался. И я понял, что это надолго. Как в моем любимом сериале «Тот ли пусто, что все та же дыра». В общем, пока там делать нечего. Но они не хотят осознавать нас как часть какой-то реальности. В России ты просто материал. Ты не человек. Тебя никто не слушает. Тебя никто не знает. Тебя не хочет никто знать. Вообще, ты... У меня плохие слова лезут на язык, который я не буду произносить. Но вот это так. Здесь это немножко иначе. Ты свободен, но, of course, со всеми последствиями. И тут другая реальность. Я думаю, что вполне вероятно, что я, как и многие мои соотечественники, я ничего здесь особенного не достигну. И я, в общем-то, собственно говоря, и не думаю об этом. Боги, это не самое большое и сильное, что меня беспокоит. Потому что это так неприятно, когда все известные люди, они становятся объектами пропаганды. Этой дерьмовой пропаганды. Как там, например, Краморов уехал. Он, кстати говоря, тоже как говорят. Я не знаю, почему на самом деле. Он что, уехал из-за религии. Что там было, я не знаю. Но это начинается. Краморов уехал из-за своей религии. Но, к сожалению, конечно, таких высот, как в России, в Америке, он, увы, не достиг. Разве в этом дело? Разве в этом вообще счастье? Люди, одумайтесь. Реально посмотрите на этот отряд Путина. Какой-то дебилизм из этих пенсионеров, который кто-то там собрал в Волгограде или где-то там на юге. И чего? Это что, нормальные люди? Это зомбированные полностью люди, которые совершают такое, что ты в YouTube кликаешь и говоришь... Что они делают? Какие-то... Причем пожилые люди. Это так обидно. Ты ожидаешь от пожилых людей мудрости. Ты ожидаешь от пожилых людей понимания, знания. Ты понимаешь, что у них ничего этого нет. И... Мне очень жаль, что люди в России этого в большинстве просто не понимают вообще. Вообще не понимают. Вообще никто ничего не понимает. Это удивительно. Ты думаешь, это... Ты на что-то надеешься, что кто-то вокруг тебя живет, что кто-то что-то поймет. Никто ничего не понимает. Какой-то кошмар.